Прежде чем вода попадает в краны, потребители ее очищают в специальных фильтрах. Но эти огромные резервуары уже давно устарели. И благодаря инвестиционной программе в рамках реконструкции котельной один большой фильтр заменили двумя маленькими. Они намного проще в эксплуатации, что позволяет экономить не только трудовые ресурсы, но и финансовые. Долгосрочная инвестиционная программа берет свое начало в 2011 году. За 16 лет ее действия теплосеть планирует потратить на модернизацию оборудования больше 2 миллиардов. Уже отремонтировали половину из запланированного. Так в котельных города обновили котлы, фильтры, поставили насосы. Новое оборудование намного экономичнее прежнего, ведь газа теперь расходуется меньше. Кроме того, упрощенная панель управления позволяет контролировать работу систем в автоматическом режиме. А это пульт управления. Закупка оборудования происходит и за счет повышения тарифов, которого, говорят в теплосети Ставрополя, не избежать. Этот рост происходит по объективным причинам. Рост цены на газ, инфляционный процесс, рост на материалы, электроэнергию. Но мы как можно прикладываем все усилия, чтобы сдержать этот рост. И вот рост тарифа на 2018 год, он показывает, что да, мы в крае имеем один из самых низких приростов. Следующая точка рейда – водоканал Краевой столицы. В его сети 73 насосные станции подкачки воды. 48 из них уже работают на новом оборудовании. Не убираем старые. Старые поддерживаем в нормальном состоянии, чтобы в случае чего, как говорится, у нас это выработало. Тарифы на тепловую энергию где-то в районе полутора процентов с июля месяца увеличатся. А тариф на воду вообще не поменяется, то есть он останется неизменным. То, что произошло с 1 января, увеличение тарифов по всем направлениям, по всем отраслям коммунальной сферы, это обусловлено изменением налогового законодательства. У нас увеличился НДС с 18 процентов до 20. Если сравнивать повышение тарифов на услуги ЖКХ в крае с другими регионами, то у нас показатель средний, говорят в тарифной комиссии. В целом рост цен на коммуналку в этом году составит 3,7 процента.